Девчонки, всем привет! У меня очередная просто гора покупок сайфер и знаю как вы любите эти видео, поэтому не могла себе позволить это все, как говорится, просто использовать, не распаковав вместе с вами и не поделившись своим впечатлением. Я разбила все мои заказы на две категории. Сегодняшнее видео это будут бытовые средства для стирки, для мойки посуды, зубные щетки, какие-то вот такие штуки. И следующее видео у меня будут продукты питания, витамины БАДы. Вот две категории. Ну что, давайте я расскажу о том, что уже заказы, не знаю, которые сто пятьсотый раз, да, как говорят мои дети, сто пятьсотый раз. Это вот такие вот подушечки для стирки белья от Gregg Green 3-in-1 Laundry VTB. Это то, чему я зерна, не знаю, лет шесть, может быть, семь. Ну, вы их регулярно видите у меня в видео. Вот у меня есть несколько самых любимых натуральных средств для стирки, и это одно из них. Вот такое вот в белых подушечках. Здесь шестьдесят подушечек. И, кстати, обращайте внимание, что в шестидесяти выгоднее покупать, чем в следующем размере, там, сто тридцать два. Ну, вот так, как бы противоречиво. Обычно, чем больше объем, тем выгоднее. Здесь будьте внимательны. Поэтому я всегда покупаю в шестидесятых, ну, и они такие огромные, не такие тяжелые. И можно не закупать всегда на год в период. И еще и выгоднее. Очень рекомендую вам просто протестировать, попробовать это средство. Если первый раз на пробу, можно взять маленькие, там, по-моему, 24 подушечки. И, ну, я уверена, что вам понравится. Ну, на всякий, не знаю. Иди, иди, знаю. У каждого из нас, да, свои какие-то предпочтения. Конечно же, я понимаю, что мои какие-то отзывы на тему средств для стирки, они могут быть не поняты теми людьми, кто стирает Ариэлем и Тайдом, да. Потому что все-таки это натуральные средства, да. Может быть, они не настолько ядерно ластировать, как Ариэль и Тайд. Но когда я говорю, что оно крутое, то это, значит, оно самое крутое из всего, что я нашла из хороших, безвредных составов, которые не вредят ни мне, ни моим детям. Потому что мы это все одежду носим на себе, на коже, да. Как вы знаете, кожа – это большой орган. Он впитывает через поры все, что, все, чего касается. И еще даже важнее, чем это, если честно, для меня это не то, что это не вредит окружающей среде. Оно полностью разлагается в воде, оно биоразлагаемое, не оставляет никаких, скажем так, следов загрязнения. Вот для меня это важно, чтобы минимизировать след, такой грязный след после меня, да, чтобы существовала такая вот я, и после меня, да, меня потом уже не будет, а после меня остается такой вот грязный след всех там бутылок пластиковых, которые я выбрасывала, да, контейнеров каких-то, вот стиральных порошков, которые потом вытекают. Они не разлагаются, не растворяются, эти вот все Ариэль и Тайды. Они потом попадают в реки, в океаны, убивают всю среду, все живое, да, рыб, птицы, флору, фауну, микроорганизмы из воды, вообще все, что есть, но отравляют моря, отравляют океаны, отравляют воздух и, в конце концов, и нас. Получается, как бы мы сами себя отравляем через такой вот круг. Для меня это очень важно, вы себе даже не представляете, как, и поэтому я вот все, чем мы пользуемся в таком бытовом плане, мыло даже, жидкие мыло, шампунь, гели для душа, не знаю, какие-то средства для мытья посуды, для меня это вот приоритет, чтобы это средство не вредило кораллам, не вредило природе, не загрязняло воду, не загрязняло воздух, ну вообще как бы не загрязняло нашу планету, не было токсичным для нас. Так что вот одно из моих прям любимчиков-любимчиков, еще два пакета диш-подушечек для мытья посуды, для посудомойки, которые с тех пор, как я их получила, не знаю, наверное, пару месяцев, как жду заснять это видео. Почему? Потому что в Украину лимит очень маленький, да, на покупку это 100 долларов не нуждаются в декларации и в расстановке. И Айфер мне посылает посылки свыше, чем превышающие, да, ценность в 100 долларов в Украину. Поэтому вот, ну, я реально, у меня постоянно какие-то посылки идут, я пытаюсь не заказывать больше, чем на 100 долларов, и вот у меня они собираются, собираются, собираются. И вот каждый раз, когда я снимаю подобное видео, это у меня там сбор, не знаю, двух, трех, четырех посылок. И вот это было из самых первых, а мы просто ждала, пока я, ну, там, насобираю все остальное, и я уже здесь так активно попользовалась. Это подушечки тоже Grab & Green от того же бренда для автоматической посудомойки, обожаю их. Это у меня мандарин и ямонграсс. Это что? Инжир тайм, я не знаю, тимьян, по-моему, переводится. И листья инжира, вообще-таки свежие, очень это не ощущается никак вообще на посуде, ни на чем, просто вот, ну, неважно, берите это, берите это, берите что хотите. Какой-то из этих, как бы, это не тот случай, когда этот аромат остается на одежде, на вашем постельном буре. Он вообще нигде не остается, поэтому неважно, реально, какой вы возьмете. Но мне нравится состав, мне нравится, как они работают. Я так была избалована ими, использовала годами только их, что потом подумала, да, давай попротестирую что-то еще. Куча всего на Ахервер продается хорошего, который имеет крутые отзывы. Закупила кучу всего, протестировала, и все равно понимала, что вот эти самые лучшие, поэтому я, ну, я остаюсь им верна. Далее, перейдем к теме мытья посуды. И здесь, как раз, я вот уже закупила много нового в средствах для мытья посуды, вот, а не посуды, вот так вот, в раковине, да, вручную, или как это назвать, не знаю. Я уже много лет верна средствам от Метод. Я вставлю, может быть, здесь эту видеокартинку, вы знаете их точно. Я их очень люблю, но решила, давай попробую, как бы, чтобы много, как раз в тот случай. И скупила три новых, которые имеют очень хороший отзыв. Это Эко Вер, это Молли Сад Лаванда, и это, что у нас, Берра Лайф Лемон Мин. Вот этот у меня раньше был, он мне понравился. Вот эти два, это новинки. Молли Сад, для меня смещает, что оно очень жидкое, прям водянистое, но мы посмотрим, как оно моет. Вот эти два, это больше такие, как веечки. Кроме того, что вот этот нравится, она, наверное, с моим любимым методом, больше вот об этих, к сожалению, пока ничего не могу рассказать, но вскоре я вас информирую. Если вы уже не пользовались, то пишите мне внизу, как они вам. И еще взяла тоже на тему минимизации загрязнения природы, взяла, например, вот такую вот чёточку для мытья посуды. Что это такое? Это как бы многоразовый, долгоиграющий аналог всем вот этим вот губкам, да, синтетическим, резиновым каким-то там, который вы используете там недели-две, потом она уже ужасного вида, вы ее выбрасываете, и что? И непонятно что, потому что она никак не разлагается, она кусок резины, в общем, который просто будет, не знаю, сотнями лет где-то валясь на каких-то свалках и заглядять в планету. Это просто ужасно, поэтому я в поиске каких-то таких адекватных альтернатив этому вот взяла такую щёточку, которая обещает то, что она вам хватит, не знаю, там на несколько лет, и да, может быть, потом в конце вы ее тоже выбросите, но хотя бы здесь кусок дерева, ну вот здесь только вот эти вот порсинки, то, что не разлагается, да, но идея в том, что это вы используете там, не знаю, несколько лет, а то там две недели, вот в чём разница. Если честно, к этому надо приручиться. Это не настолько удобно, как губка, сразу говорю, почему? Потому что губка, если я в неё, да, набрала вот воду со средством, она такая мыльная, пенищаяся, и я ей могу много чего промыть, да, и она как бы, она не только моет, но она ещё и как контейнер, она держит вот это вот средство в себе. Здесь же с него всё стекает. Получается, что намыливать это очень хорошо, там какие-то затвердевшие, засохшие какие-то штучки, не знаю, со сковороды, с тарелок, со всего оно хорошо смывается, но оно не держит продукт, да, поэтому получается, или вы будете в каждую тарелку заливать опять, 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 тогда у вас, не знаю, такая вот бутылка улет, не знаю, на три мытья посуды, или же надо как-то предложить, надо взять одну глубокую тарелочку, в неё там налить вот эту всю смесь, да, и потом в неё макать и мыть каждую тарелку. Ну, как-то, в общем, это требует немножко ловкости, но я знаю, что это возможно. Почему? Потому что я вспомнила, когда мы жили в Голландии, у нас было что-то подобное, и там все пользовались именно вот чем-то таким. И мы так привыкли с мужем, и, не знаю, мы ей пользовались три года, и вот она у нас была как новая, она была вот такая же головка, только здесь с длинной ручкой. Получается, мы, ну, такая же штучка, только не с короткой ручкой, а вот с такой длинной. И как-то мы к ней приловчились. Сейчас, мне кажется, она такая неудобная, ну, потому что я привыкла к этим ужасным губкам. Но я знаю, что ей можно пользоваться, я знаю людей, которые годами такими пользуются, я знаю, что я таким годами пользовалась, мне было удобно. Сейчас мне как-то некомфортно, но я понимаю, что это дело привычки, поэтому я реально себя заставлю, приучусь и буду знать, что я как-то, ну, как-то стараюсь универсировать вредные, грязные, неразлагаемые отходы после себя. Так, что еще здесь? Здесь такой, такой, такой термик. Зубные пасты. Просто куча зубных паст. Опять же, после многих экспериментов заказала опять две свои любимые. Подумала, да ну его в баню. Кучу всего, что беру на тестирование, я ему такая, interesting. И потом думаю, боже, ну, почему не пользуюсь тем, что нравится и все. Но потом пользуюсь тем, что нравится, думаю, нет, надо же что-то еще новенькое там найти, разыскать, разузнать. Короче, вот самые мои... Ах, самые мои любимые зубные пасты. I have Xily White, зеленые. Обожаю. Вот одна запечатанная, одна уже открытая. Вчера открыли. Обожаю их. И опять же, как бы из экспериментов две. На эксперимент это Manuka Propolis. Что это вчера? Это паста какая-то эльведическая. New Zealand. Новозеландская паста. И это Desert Essence. Осветляющая, пеливающая паста. Мятная. Содержит масло чайного дерева. Экзотика такая. Мои все домочадцы уже так шарахают за этой всей экзотики, потому что я вечно что-то такое новенькое на тест-драйв беру. И они уже такие, окей. Что-то это будет интересно. А, вот эта упаковка от этой щеточки. Как она называется? Dish brush. Bubble up dish brush. Вот они даже пишут, что это бамбук, а вот это recyclable пластик. Это пластик, который подлежит переработке. Поэтому эта вот штука полностью перерабатываемая. В общем, она ничего не задержит такого, что загрязняет последствия нашу планету. Это все очень-очень круто. Вот такой вот еще бьюти-спонж взяла от Wet n Wild, который делала в том заказе. Помните, пару заказов ранее? Я заказывала там разные от Elf, от L'Oreal, еще от каких-то брендов на тест. Вот такие вот бьюти-спонжи. И тогда Wet n Wild не было в наличии. Сейчас заказала, будем сравнивать. Из той партии, мой самый любимый, это оказался этот вот от Elf, розовенький. Я только что им пользовалась. Вот такой вот. Но будем его сравнивать. Может быть, этот окажется даже лучше. Тоже из этих заказов был тональный коллаген. Мощер Foundation. Помните, если вы смотрели отдельный видеообзор на этот тон, он мне очень нравится. На моей жирной коже, наверное, не на лето. Но для нормальной, сухой кожи вам даже на лето понравится. Здесь SPF 15. Очень такой увлажняющий, реально уходовый, легкий продукт. Но на моей коже комбинированный. Он будет идеальным осенью. Зимой я его сейчас весной, когда еще не было очень жарко, носилась огромным удовольствием. Сейчас, наверное, отвезу маме, а сама себе осенью куплю другой. Так, 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 идем далее. Это у меня три средства с SPF защита. Которые я уже не помню, покупала на iHerb или нет. Но это те бренды, которые продаются на iHerb. Может быть, каких-то из этих не было в наличии на iHerb. Я купила с другого сайта, я уже не помню. Но почему-то я их бросила в коробку покупок с iHerb. Так что я проверю. Если я не покупала их на iHerb, то значит, они точно там продаются. Так, это, во-первых, Cervia Hydrating Sunscreen Broad Spectrum Face Sheer Tint. Это легкий тинт с SPF 13, минеральный SPF. Имеет все-все-все, знаете, такие галочки. Минеральный, легкий, не выбеливает, имеет легкий тинт. Короче, в общем, просто бомба. Вот такой вот он. Он выглядит как тон, как тональный. Он в одном оттенке, соответственно. Тут нет никаких оттенков, потому что он полупрозрачный. Он не настолько перекрывает что-то в плане тонального, сколько вот этот тинт именно для того, чтобы замаскировать его белый цвет. Поэтому благодаря этому тинту получается, что он у вас не белый на лице. Вот и все. Ну и да, очень-очень-очень легкий тинт оставляет. Он не жирный, не плотный. И достаточно легкий, достаточно такой, оставляет финиш такой бархатистый, комфортный. Немного увлажняет кожу. В общем, очень-очень комфортный. Не супер матирующий, не для таких, да, как я, у кого жирная комбинированная кожа, которая просто как жирный, блин, все лето. Для нас может быть он, ну, не прям на самые жаркие дни, может на весну, может вот как-то так, да. Но для нормальной кожи вам понравится, вам очень понравится. И еще два, это Biore и Claris. По-моему, я вам о них рассказывала. Biore UV SPF 50 Aqua Rich. Он, еще Watery Essence. Он такой водянистый, как гель. Aqua Rich, как, не знаю, как доза водички, имеет немного текстуры. Если вам знакома, это маска от La Neige, ночная маска. Такая, как гель. Но когда ты ее начинаешь распределять по коже, она просто тает в водичку. И уже дальше это просто как какая-то водянистая сыворотка. Вот так вот впитывается. Очень легко. Здесь легкий, легкий, легкий такой намек на какую-то отдушку, но настолько легкий, что его вообще, ну, здесь отдушки просто нет. Здесь она есть, но ее надо как бы поискать, чтобы где-то, где-то, где-то ее шлейф там уловить. Мне нравится, хорошо держится, хорошо защищает. Вообще просто продукт бомба. По финишу, вот если этот первый был такой бархатистый какой-то, такой нейтральный финиш, это дает немного такой, как влажный финиш. Совсем капельку, но он есть. И он реально работает как еще и как увлажняющий сыворотка. Поэтому этот продукт более увлажняющий и по текстуре, и по даже финишу на коже. И третий это SPF Everyday Sun Protection Soft Airy UV Essence SPF 50 от Klairs. Вы спросите, почему я столько SPF-ов скупаю? Потому что SPF-ов они быстро истекают из срока, да, их надо реально за сезон использовать и все. Это не тот продукт, который вы можете там из года в год, да, например, использовать там 4 года, 4 сезона подряд, 4 года подряд один тюбик. SPF-ов имеют очень короткий срок, относительно. Нелогично скупать вот 3, 4, 5, 6 SPF-ов, да, тем более если у тебя еще, думаю, 15 других. Вы спросите, почему делаю это я? Это нелогично, но если бы я этого не делала, я бы не могла вам рассказывать о новинках, не могла бы их сравнивать с тем, что у меня есть из фаворитов, не могла бы находить новые фавориты, которые лучше прежних и так далее. Мне надо развиваться, мне надо узнавать, что есть на рынке. Это все для вас. Конечно же, это нерационально, если так подумать. Поэтому я скупаю много, я тестирую, что мне не подходит, и сразу пытаюсь отдавать, чтобы оно просто не лежало и не истекало из срока. Но да, я вынуждена это делать, потому что если я буду вам просто один продукт, который мне нравился 10 лет назад, показывать все 10 лет, ну, мне кажется, интересного на моем канале будет маловато. Итак, вот этот от Klairs по текстуре такой, как белый крем. Вроде кажется, что будет плотным, но когда он наносится, он тоже превращается в такую, как очень-очень легкую, не сыворотку, не водичку, но такой, как легкий-легкий кремушек, вот как такая какая-то легкая эмульсия. Легко впитывается, хорошо тоже увлажняет кожу, но он мне по текстуре плотнее, вот плотнее. Это просто водичка, это как немножко полуматирующий продукт, этот же как легкий крем. Он не тяжелый, опять же, для нормальной кожи подойдет, для сухой вообще будет сказка, но для жирной комбинированной, наверное, вот этот бы я не брала. Ну и напоследок у меня здесь просто куча, пол коробки продуктов от Derma Air. Еще вот такая вот помадка Nivea Blackberry Lip Care, которую очень много смотрела, наверное, на протяжении года. Эмили Нуэл, одна из моих любимых блогеров американских, ее все советуют, советуют, как классный бюджетный продукт, который хорошо увлажняет, дает немного тина, такое легкие в использовании, можно без зеркальца, быстро нанес, и у тебя и комфортная губа, и увлажнение, питание губ, и такой легкий красивый тинт, как на помадах, вот такие полупрозрачные помады, я такое люблю. Из ее отчисания это было прям вот идеальное, то, что я люблю, и реально она, я так понимаю, что очень любит эту помадку, потому что она ее, не знаю, очень часто показывает, она ее фаворитам года показывала, как бы, она распространяла там какие-то дорогие продукты, вот этот оставляла, потому что сказала, что это самое крутое, что у нее есть для губ. В общем, и я просто, когда ее увидела на эфир, я была уверена, ну, что здесь без промаха. И что вы думаете? Может быть, у меня ожидания слишком высокие, но она как-то наносится, ну, как-то пятнами. Идея, задумка классная, я люблю такие бальзамчики с оттенком, оттенок красивый, но как-то она наносится неравномерно, потом она как-то впитывается, стирается, ну, так, да, носится и остаются какие-то как будто неопрятные губы, как будто что-то было, что-то стерло, что-то осталось как-то, в общем, вид такой немного у меня получается неопрятный. Может быть, надо с карандашом, но сам тогда смысл этого продукта теряется, потому что это тот продукт, который просто хочется достать, нанести без зеркальца и побежать, да. Но на моих губах, на всяком случае, как бы, может, еще стоит поиграться, но я пока этого не достаю. Так, и что здесь еще? Еще здесь просто пол коробки продуктов от DERMA-E. На тему солнцезащиты, это вот такой вот минеральный продуктик, пудра минеральная, в такой вот travel формате удобном, у меня уже есть такие от других брендов, я взяла на пробу сравнить с теми. Вот такая вот кисточка, которым ты прямо вот так на ходу обновляешься слоем. Конечно же, это не, как я это считаю, это не замена вот такому термоядерному аспекту, который ты наносишь просто плоским слоем на всю кожу и знаешь, что ты защищен. Это же такое, я бы сказала, альтернатива ничему. Альтернатива, когда тебе не помешало бы обновиться, да, но у тебя макияж на лице, ты где-то в городе, ты не можешь вот это вот все снять, умыться, нанести новый слой СПФ и потом опять вернуть весь этот макияж. Да, ты где-то, не знаю, встречи по работе в городе, там бегаешь. Вот это намного лучше, чем просто ничего не делать. Это пару раз в день я бы вот так вот проходилась, и что удобно, что оно еще, так как это пудра, оно еще и матирует какой-то там блеск, если у вас, да, на протяжении дня возник и немного обновляет СПФ. Конечно, так как здесь пудра, она очень толпым слоем, она рассыпчатая, она может быть неравномерна. Вы не видите, где вы нанесли, где не нанесли. Я бы не полагалась на этот продукт как единственная защита от софта. Ни в коем случае. Но как вот именно такое удобное иметь в сумочке и обновлять тогда, когда ваши коллеги по работе не могут обновить, однозначно. Например, утром вы нанесли такой полноценный СПФ, макияж и ушли, не знаю, на работу, в город, не знаю, на встречи. Потом перед выходом на улицу, например, на обеденный перерыв, лежат еще чик-чик-чик и побежали. Это получается, как и припудрились, да, там где что-то блестит, и немного обновили СПФ, и все равно спокойно. Так, и еще у меня здесь много-много-много всего от Эрмакея скупила. Что-то мне прислали на обзор, кстати, что-то я докупила, много чего я докупила, потому что хочу сделать такой полноценный обзор этой марки. И у меня здесь собралось просто куча всего, но, наверное, об этом я вам расскажу в отдельном видео. Сейчас могу просто показать, что у меня здесь пара умывалок, которые многие просто хвалят. Это прям такие легенды, да, и херба, это умывалки Дерма-Э. Это тоник, здесь у меня два тоника, один в малышке, другой в полноразмерке. Тоники, дальше сыворотки, это отдельная тема этой марки. Вот, это все у меня сыворотки. Что еще? Кремчик под глаза легкий. Водичка, мисс Ум. О, кстати, вот водичку можете прямо сейчас просто добавлять себе в корзину. Она вам летом просто не помешает. Она такая классная, здесь такой классный состав. Гиалуроновая кислота, розовая водичка и кокосовая водичка. Что, девчонки, я закончила съемку от Ави-видео. Мы побежали с мальчиками за папой, пошли на террасу, поужинали. В ресторанчики попали под ливень. В общем, у нас же прошел такой хороший вечер, уже у нас было все. И я прихожу домой, давай скачивать съемки и понимаю, что последний кусок, там какая-то проблема не заснялся. В общем, переснимаем последнюю часть этих съемок. Я уже не помню, о чем я вам там рассказывала на моменте, где это прервалась съемка. Про, по-моему, про этот мист Дерма-Э. У меня уже лицо было под дождем, под ливнем, на ветре, везде. Но ничего, можно еще раз освежиться. Это настолько приятный мист, я его всем советую на лето. У него не типичный распылитель, он какой-то странноватый. Он распыляет не во все стороны, а как бы вот таким вот, ну вот по такому принципу, как эта кисть, да. И получается, я нажимая на спрей, я вот так вот иду, как такой полоской сверху вниз. Потому что он вот такой вот плоский распылитель. Не знаю, это очень странно. Но содержимое само, вот мист мне очень нравится. Он содержит гиалуроновую кислоту, розовую водичку и кокосовую водичку. Просто идеальный на лето, увлажняет шикарно. Это мист, очень-очень вам советую. Что еще, кремчик для глаз. Его я использовала еще очень мало, поэтому мало что могу сказать. Но пока он мне нравится. Такой легкий в текстуре, классический кремчик, но очень-очень легкий, приятный, увлажняющий. Вообще, ну, супер комфортный. Ничего такого не могу сказать без отдушки, без каких-то спецэффектов и бубнов. Но очень, как бы, хорошо, комфортно. Ничего не мешает. Все хорошо, все нравится. Пока. Пока еще рано. Хочу еще пару недель протестировать и рассказать побольше вам о этой всей косметики. И вот такие вот две штучки, о которых я уже, по-моему, вам рассказывала. Вот это Microdermabrasion Scrap. Я вам о нем рассказывала, по-моему, в видео про какие-то фавориты на лето. Это, это бомба просто. Это настолько мелкий Microdermabrasion, просто как, вот, вот столько нужно для скрабирования всего лица. Это вечная какая-то банка. И он настолько мелкий, полирует, шлифует, как бы, вашу кожу физически. Очень крутое вечное лето, когда не разрешаются кислоты, ретинолы, вот, для полировки кожи, для отшелушивания верхнего роговевшего слоя. Вот такая вот штука. Очень довольна. Очень-очень. Пока еще только, не знаю, раз в пять использовала, но это реально бомба. И еще вот такой вот пилинг кислотный, который я еще не использовала. Derma E, витамин С, Instant Regens. Это внезапное сияние, цитрусовый пилинг для лица. Я, как бы, боюсь к таким продуктам подходить летом в жару, но вы знаете почему. Поэтому, может быть, раз-два попробую. Так, потому что просто, ну, распирает, да, от любопытства. Ах, как вкусно пахнет! Но, в основном, буду этим пользоваться уже, начиная с осени. Выглядит это все удовольствие, как аппетитный такой смузи из, не знаю, апельсина, манго и киви. И что-то такое вот цитрусовое, фруктовое на вкус. Соответственно, апельсин, витамин С, да, витамин С в чем содержится. Сейчас, конечно же, мне так, ну, и хочется, и боится, да, рискнуть вот это вот протестировать. Но, конечно же, не смогу я удержаться. Поэтому пару разочков аккуратно сделаю этот пилинг. Вечером, опять же, в какие-то такие более пасмурные дни. После этого буду более религиозно с СПФом. Как бы я в это все смогу, да. Но мне реально интересно посмотреть, как он работает. И уже активно буду им пользоваться точно, начиная с осени и зимой. Это точно. И у нас последняя такая штучка, которую я взяла на пробу. Это Дерма Э Витамин С Брайтенинг Бентонит Клей Маск. Тоже на базе витамина С. Глиняная маска, вот такая вот разовая, саше. Удобно, наверное, для поездок. Но я ее использую не в поездке, а дома. Тоже интересно сейчас, соответственно, проверить, как она работает. Так как это глиняная маска. И сейчас летом это очень-очень такая актуальная тема. Здесь содержится куркума и кейл. Кейл, по-моему, по-русски как это называется, листья кале. Кто говорил, такие зеленые, кучерявые листики. Очень-очень полезные. Вот примерно то, о чем я хотела вам рассказать. И пишите, пожалуйста, если интересно, ставьте лайк на это видео. И пишите, если интересно, сделать подробный такой тест-драйв, обзор ухода Дерма-Э. Мне лично очень интересно. Если вам тоже, пишите, я это все сниму. Если нет, я его сделаю для Себа. Ну все, девчонки, хорошего вечера. Пока.